Часто девочки жалуются, что их мужчина за ними не ухаживает, не дает подарки, цветочки, в общем, как бы они живут, все какое-то вот обыденность и все такое, да? Что получается? Общаясь с некоторыми вот из моих знакомых, мы там разбираем ситуацию, в чем дело, почему такое происходит, и очень часто оказывается, что как только вот они познакомились, да, девчонки с пацанами или с мужчинами, и очень... Девчонки с пацанами, да? Был просто микроскопический период, когда мужчина за ней как бы ухаживал, ну там может быть один-два раза, все, и потом у них все перерастало в серьезные отношения, то есть закрутилось, завертелось, чувство эмоций, то есть они там сразу пошли уже к серьезным действиям, то есть в постель. И то есть мужчина просто даже, он не знает, что нужно вообще за вами ухаживать. Ребят, и заметьте, заметьте, не я сейчас сказал, а она, да, говорит, серьезные действия это постель. То есть ухаживание, значит, по ее мнению, это не серьезная фигня. А зачем мужчинам заниматься не серьезной фигней, если можно перейти сразу к серьезным делам, а? Потому что вы ему, собственно, и так уже отдали все самое сокровенное, очень быстро, считая задаром, ему даже и трудиться не пришлось. Все самое сокровенное, говорит, отдала. Я манею. Понимаете? Поэтому такое часто бывает, когда девушка вот очень быстро соглашается. Знаете, когда я... Ой, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ребята, ну просто вот, понимаете, вот миллионный раз вам повторяю, ребята, слушайте, что женщины говорят. Она все сама сказала. Она, конечно, это сказала на свой лад, так скажем, да, вот по-своему. Но тем не менее, ребята, в угоду нам. Все самое серьезное, что она может дать, это вот писечка, больше ничего. Ее слова? Ее слова. Самые серьезные отношения это секс. Ее слова? Ее слова. А ухаживание, ну это так, неси там цветочки, подарки, это не серьезно, да, ребят? Какие с нас потом, спрос, какой с нас? Кто от нас хотите? Да, я тебя чпокнул в первый вечер. Так я в первый же вечер перешел к серьезным отношениям с тобой. Ты мне должна быть благодарна, е-мое. Какие претензии, еханы? Это не... Вы же понимаете, как они парятся, ребята? Когда они хотят, чтобы за ними ухаживали, чтобы давали им бабки, подарки, ответственность брали. Ну как, все понятно, все по списку, да? Они, ища себе, ища, ища, неважно на какое столк ударение, ища, ища себе, оленя, пускай будет так, да? Чтобы он им давал денежки, типа, вот это вот все, типа, там сразу спать, это не серьезно. Серьезно, типа, это ты ухаживай, добивайся, подарочки мне дари, да? Ребят, а когда они встречают нормального мужчину, самца для себя, они сразу же к истинным серьезным отношениям переходят. И все прекрасно, ребята. Сама все сказала, спалилась, можно сказать. Давайте слушать дальше. Теряла уважение к своему мужу. В тот самый день, когда муж мне сказал, от женщины должно пахнуть духами, а от тебя, дорогая, пахнет борщом. Короткая предыстория. Мы познакомились с мужем, когда я вообще не готовила, я всю еду заказывала из ресторана и кушала готовую еду. Вот, когда он пришел к нам жить, он начал просить меня что-то приготовить, а что у нас сегодня на ужин, вот такие вот моменты постоянно были. Вот, и так, мало-помалу, я начала готовить. И в итоге моя готовка начала кушать мужчины немало, всем ведь известно, да, и мало-помалу моя готовка переходила в постоянную, то есть и завтрак, обед и ужин, первый, второй, третий компот. То есть вот такие вот моменты. И постепенно я из женщины, пахнущей духами, превратилась в женщину, пахнущую борщом. И оказывается, это-то ему и не нравится. Вот, ну о каком уважении может идти речь, когда человек на фоне этого перестал оказывать мне какие-либо знаки внимания, делать какие-либо комплименты, и вообще вести себя как мужчину по отношению со мной. То есть, естественно, уважение к нему просто сошло на нет. Вот. И вопрос, стоит ли дальше продолжать жить с человеком, который сам не знает, что ему надо. То есть он начал жить с одной женщиной, попросил ее стать другой, и та другая, оказывается, ему не нравилась. А нравилась та первая. Вот. Если у вас такая же ситуация, напишите в комментариях, как вы считаете ваше мнение. И сразу предупреждаю, хейтеров я блокирую. Нет, я не боюсь хейтеров, а я блокирую. Почему? Потому что, ну, а мне нахрен не нужен негатив. Я общаюсь с здоровыми, здравомыслящими людьми. Поэтому будьте готовы, что вы меня больше не увидите. В ТикТоке она со здоровыми людьми общается, да, ребята? Хо-хо-хо, ну ладно, это вопрос риторический, такое себе, да? А у меня другое, знаете, как бы мнение по этому поводу, говорит, стоит ли жить с человеком? Да, это она сказала, типа, я его не уважаю, то есть у меня уважение к нему пропало. И говорит, стоит ли жить с человеком, который, типа, сам не знает, что хочет? Слушай, а как ты вообще можешь жить с человеком, которого ты не уважаешь ни капельки, скажи, пожалуйста? То есть ее совсем другой вопрос беспокоит, типа, как вот у нее там цели нету, планов никаких, типа, как с ним жить? А то, что ты его не уважаешь, у тебя как бы вообще ничего не вызывает, да? То есть, ну, как можно, допустим, вот, женщина, мужчина, как ты с ним спишь? Как ты с ним там быт ведешь какой-то? Как ты вообще с ним сосуществуешь на одной территории, если ты его не уважаешь? Человек, который не подвергается от тебя уважению, он раздражать будет, ну, по крайней мере, у меня так. Я думаю, это адекватная реакция всех здоровых людей. Ну, все, ты его не уважаешь, фу, он для тебя как бы, ну, вообще. Это раздражение, по мелочам тебя раздражать будет, я не знаю, там, все его действия будут для тебя неправильными. Ну, это такое себе, там, это бытовой ад называется. Она с ним живет, хрен его знает. До этого, это он к нам пришел. Я так понимаю, что это, скорее всего, она РСП, ну, к нам, кому к нам? Ко мне, она и к моим ребенкам, там, да? Может быть, там, мама живет, а его хрен его знает. Вот и так далее. Мне интересно, а как она, допустим, до этого жила, вот, с детьми и не готовила? Как это вообще возможно? Не, я понимаю, как бы это, в принципе, возможно, но, блин, детей не побаловать, там, какой-то свежей выпечкой, там, или какой-то вкусняшкой свежеприготовленной. Все из ресторана заказывать? Ну, я хрен его знает, ну, такое себе. Нет, это дело, конечно, каждого, слушайте, ну, я бы, наверное, не представлял себе такого детства, чтобы, знаете, вот, не было там мамкиных угощений, там, или бабушкиных, да? Ну, такое прям, ни пирожков, там, никаких, там, ничего как-то, ну, блин, такое себе. Будешь? О, это ж, папина, любимая кружка. Мам, ты себя как чувствуешь? Нормально себя чувствую, голова на ногу болит. Да я не совсем об этом. А о чем? Я, я пропал. Теперь будем делать вещи, чего никогда и не было, никогда не будем вообще о нем разговаривать. А чего о нем говорить-то? Умер человек. Добился. Ты что поролся, на то и напоролся. Я и при его жизни без него жила. А сейчас ничего и не поменялось. Я, например, смотрела фотографии, где вот вы молодые, и ты такая счастливая. Наверное, забыла между вами что-то классное, и вы потом сколько лет прожили. Просто разве нам не легче было бы эту потерю вместе проживать? Ты бы телу лучше занялась. Ча, я говорю, будешь или нет, или чего? Остынет все. Или чего? Остынет все. Ой, ребята, для чего покажем такие ролики? Для того, чтобы показать, ребята, что у нас еще не умерли театральши. Так правильно я сказала? Театральши, наверное, да? Ну ладно, неважно, в принципе. Взяла вот сама... Представляете, просто вот, как она готовится? Два наряда у нее, два наряда и два образа. И она вот снимает поочередно ролики там. Хо-хо-хо! Все для чего, ребята? Чтобы показать какую-то сценку в ТикТоке. Зачем и почему, непонятно. Насчет отношений. Ребята, все это, конечно, прекрасно. Все это, конечно, великолепно. Напишите в комментариях свое мнение по поводу того, как вообще могли бы вы жить с человеком, который вас не уважает, либо вы, которого не уважаете, там и так далее. Вот вообще по поводу всего этого безобразия пишите свои комментарии, ребят. Ну, если честно, как бы, особенно по поводу первой героини, да? Вот она прям, я вам по полочкам разложил, как она признала все. Что значит секс, ребят? Это самый... А Саныч что говорил раньше, ребята? Что кекс это самые серьезные отношения, ребята? Вот все вот это, что не рассказал, там где бы подарки, ухаживание, так, блин, такое себе. Ладно, ребята, здоровья вам, прекрасного настроения и удачного дня!